поедем это заедем сейчас по дороге может посмотрим еще по поводу раций поищем с колесами ну как вы поняли делать никто ничего мы уже не будем я не вижу смысла делать то что надо выбрасывать доехать у нас к колеса есть на крайняк заедем тогда сделаем до завтра стоять это не вариант завтра нам в любом случае в курган заезжать по поводу флит посмотрим будет возможность это с прицепов кургане заедем не будет поедем дальше особо на скорость влияет но сделать надо но и терять сегодня день до завтра тоже это вы сами понимаете нет на следующем не логично он-то меня принимает по рации но когда слышу когда не слышу когда плохо когда очень плохо затем на следующем повороте поверните на право а вот на той стоянке я стоял когда чудо ехал хорошая стоянка это мне понравилось место хватает тоже 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 дорожная сеть кстати здесь этот шинка тоже по дорожной сети машинного да тут тоже сервис есть кстати тут у них тоже смотрю сервис есть все надо записываться чтобы кто-то был так просто приехать чтобы тебя взяли в ремонт это вряд ли миха владимир еще отвезу пускай он ремонтирует если не получится нигде по дороге сделать что у меня там написано давайте спросим так и не могу понять а что цена написано вот это вот все инсуезд не могу понять сзади крига фрига что ли сейчас ладно потом скажет вот щас блять разик проедет и блять километра два вообще никого не видал самое тюмени никого да что у тебя сзади на воротах написано тим чё у тебя на воротах написано у кого у меня гонида мне такое бубая фантазия не подсказала это что за компания такая была да это прицеп изначально был какая-то контора московская что-то там они занимаются гидроизлицовыми материалами что так сокращенно и звучит гнида грида грида гнида а грида все понял теперь порядка 100 балдеем пока еще пусть даже дождик 14 градусов хорошо дома 33 в тени в одиннадцать утра сегодня 20 июня блять хоть бы эта сука изморозь к тюкалинску бы закончился блять не хочется заправляться да сыром да мне тоже мочевинки надо а вылить осталось блять маловато ну я ж не знаю ты на пророчил сейчас посмотрим ты наколдовал после двух дочиц как раз 30 часа сейчас блять связь появится за димка идет украинская машина вот впереди между нами сейчас мы по стук омскому подъезжаем транспортную ну что сколько ставим что даже в дочь его не пропустят ой как тут нехорошо и вал борисов гонял этот раз как раз воскресенье три часа дня дождь как вы думаете проедет или нет очень сильно сомневаюсь что проедет я смотрю коллега так прямо я вот сюда ехал не было никого на посту может и сейчас ему фортанет так пока на дороге никого не видно смотри он так димки прижался а уже между димка и уже ты вал борис между ними залез что смотрим наблюдаем жмется 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 эти даже весы быстро прошел молодец красавчик давай каску красавчик прошел начнет никого так бы вряд ли пропустили странно воскресенье нет кого на не видно никого внутри я не увидел у 444 с 55 поехали задумался вот такое счастье мы заехали зато стекла уже отмыли чистенькие чистенькие лобовые и обалдеть прям природный спа да 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 и потом какие потопы были да вообще кошмар же что творилось ялты там такие силевые потоки грязевые сгодили ну и у нас тут смотрится вообще ни фига не видно хороший дождик хороший 30 километров до цуколинской вроде как димки яндекс пообещал что скоро все закончится ему цуколинский заправляться на лукойле там не дремлют камеру даже такую погоду почитали а че ему он сидит в машинке в это и все кайфует телефон играется камера денежки зарабатывает а а а а а а а а мы едем на 16 канале на 15 не едем кто-то тоже на 16 идет вот встречка видите опять столпа там реверс перед у калинском ремонт но он там уже он видно светает скоро мы должны с этого должника выскочить так подышать свежо еще свежестью после урала у нас же стяг впереди в плане жары 35 всю дорогу жутковато так смотрится согласитесь вот эти вот вымершие рощи все росло росло было зелененькая красивая потом пах резко все превращается в болото и как вы видите все просто вымирают сгнивают вот вот да еще чуть-чуть и это болото пойдет через дорогу а еще с каких-нибудь 30 сантиметров и это болото пойдет через дорогу ну 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 он лихо поднялась карасиков гуляет да не исключено у нас реверс впереди да наверно вряд ли тут какие карасики может мы сразу на зеленый попадаем нет стоим остановимся вот здесь не дай бог обочину цепануть новое но еще асфальта и жениться я почту стоит только они особенно если груженые вот заехать колесом все если еще на скорости труба дело машина тоже не поймаешь болото болото а тут у давидского интересный участок с день таких вот ливней как сегодня сейчас вот только что мы попали даст да вода пойдет через дорогу я сам не ездил но я такое видел пацаны показывали фото в казахстане по весне прямо вот такие реки через дорогу текли они по дорогам проезжали я сам не попадал видеть видел видосы пацаны скидывали вот она сейчас здесь вот отсюда такая вроде как и ничего раньше такая стиральная доска сразу было видно прямой туда на большие уки 140 километров вот мы прикидываем сколько что да насколько она там интересная прошли цукалинск точно что кончился ну чё там на локоле у нас опять кофе на халяву не будут угощать на халяву там только нахуй могут послать вот блин это вам не газпром на халяву там другой экзот летний если я не ошибаюсь я не нет или сейчас хорошо не будешь мокнуть придется идти покупать за деньги справа тоже хорошо зеркало вижу справа тебя говоришь стать такие махеева наклейки интересно и проложить теги назвали что еще и куртку одел ёппарас это 14 градусов на улицу чую куртку одел теплый на улице какая нету дождя ты ж наколдовал что его нету ого да я посчитаю а вы лёва интересного какой на все ворота серьезный парень так лев челябинский берлин как бы на берлин не знаю погнать бы как-то не мешало там у нас все встречи там у нас все встречи какой-то такой поток машины все грузовиков сибирь выгнали раньше такого не было еще я начинал к ночам да есть тут вообще машин было очень мало помню сомска в этот первый раз шли как раз омска вышли уже тепло было вечер поздний 44 градусов черточки компьютер показал ниже строки четырех не показывал морозом и вы вдвоем две машины них а вот только мы вдвоем на всю дорогу ехали с машины молились только только не замерзнет только не сломайся тут прям сплошным потоком идёт всё и что туда и что обратно место для обгона время для обгона выбрать очень сложно добавить вот этот проехал в красавчик это не как раз в красавчик вот так это не считаю это не чем-то вот так и это все в красавчик вот так Дорога с поворотом направо увозит Нет, нельзя Так и живем А по поводу этих мест, именно вот этих Что-то тут, да, так в болотице все стало Сказал, Димыч со мной поедет Во всяком случае пока, но уфы точно Я говорю, ну я завтра на сервис, кстати, мы записались А, я, может, говорил уже Насколько приедем, у нас только приедем И там же сказали и прицеп Посмотрят, они ремонтируют В общем-то, есть там магазины автозапчастей рядом Я думаю, мы там найдем кран, если что Прямо там на месте и поменяем Чуть тормозим Не, выйти на обход Большая проблема Вон, пошел Ты молчишь, я тоже хочу Хочешь и молчишь? Не, не, я тут не успел Ты-то маленького обгонял Да нет нормального окна Хуеблюдки здесь ездят Блядь, дом-дом какой-то Прям, блядь, игру Все как будто в Омск поехали Да, нормальный окна Очень сложно И едут 72 Совсем мало Сейчас одна белая вольва пройдет Вот одного там дернуть можешь Давай попробуем Дернуть одного Сейчас вот это вот, блядь Хуя, блядь, семерка едет, блядь, 60 к нам встречу А после нее, сам видишь, еще там хуя место Сразу после нее уходить После нее все чисто Можно опвалить Ну, первая одиночка Я думала, вообще, блядь, заебал То, 60, 60, 65, 175, блядь На встречу, знаете, там вон выйдет Он под тормозом, блядь, 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 ебнутый Страшно ему Давай, хуя, че дальше Давай, хуя, че дальше А в телефоне все эти темы Ну, да, да, он сам он больше знает Вот так плавненько Под встречный ветерочек Наблюдая за тем, как расход совсем не хочет падать В Тополе мы в Тушнолобо Сейчас заскочим Буквально на Тут, тут, как бы, тоже есть ремонт рации Да, да, нет, нет И все И поедем Дальше Если что, уже завтра тогда в Кургане Вы превышаете допустимую скорость Просто самое интересное Вот сегодня сейчас прислали фотографию Я потом сам залез, посмотрел Скания Флит Начал чуть-чуть оттупляться Все время писало, что я возле Мариинска Это вот с четверга Я в четверг ночевал в Мариинске Ну, со среды на четверг Да И мне все время писало, что я там нахожусь Сейчас уже я посмотрел Сейчас показывает, что я нахожусь уже на загрузке в Красноярск Может сейчас там что-нибудь Спутник там перезагрузку пройдет какая-нибудь И нормально оттуплиться И уже там, наверное, завтра уже покажет Настоящее местоположение Не надо будет на сервис по этому поводу заезжать Время терять Ну, пока вот так Пока мы с вами, короче, браться в этом Красноярске на загрузке станем Возле улицы Пограничников Я думаю, если она так перескочила То она сейчас туда-сюда И, по идее, должна заработать Заезжаем, смотрим Если не работает ремонт рации Ну, мне говорю, как ремонт Нельзя такую же танкетку проверить Если дело в ней То Просто купить новый микрофон А может этот разобрать, посмотреть Может там какой-то проводок Нам нужно Ну, как проводок-то Короче, разобрать его, посмотреть Такой отверточки тоненькой Что-то нету, чтобы раскрутиться А где тут это? Что-то тут это Похоже, тут этот страдалец Уже припарковался Похоже, навсегда А, ну, это коллега уже на стоянку заехал Ну, как бы на стоянку Шесть Шесть вечера Что-то рановато еще Что-то, где тут, Дима? Затем На следующем повороте Поверните А где тут? Что-то я не вижу А, вот, вижу Ремонт настройка рации Ну, пойдем, сходим Все у меня с рацией Все у меня с антенной Все у меня с тангенткой хорошо Еще-то это Дело было не в бобине Оказывается Парняшка, аж не поверил На же это стоит Ну, стационарная Родная антенна Маленькая, вот такая Коротенькая Говорит, мы всем меняем Ни у кого не работает Тут новые искания Что приходят там вот Эти все компании Там, ДЛК Я говорю, я уже три года езжу Никаких проблем Не поверил Пошли смотреть Все проверил Все подключил Все хорошо С антенной Все хорошо С рацией Все хорошо Ну, может быть Все-таки с этой зимой Все-таки С тангенткой Все-таки в ней Какой-то вопрос На следующем повороте Поверните налево Ты меня слышишь? На следующем повороте Поверните налево Ты здесь? Да, я здесь Может, все-таки Это в ней проблема Вот, вот Что я нажимаю Ну, там я кто еще Ну, тут Это другой один Только вариант Надо найти просто Такую Эту новую Поставить и проверить Правильно? Ну, да, да Я тоже тебя веду Завтра в Кургане Может, найдем Такую Поставить На следующем повороте Поверните Налево Ну, может, даже Что-то тупо Блядь Вот сам Как этот Динамик Вот, в который Говоришь Может, даже Просто Что-то с ним И все Он дает Помеху Может быть Может быть Не, ну, хорошо Зато убедились Что сантенны Нормально Все Соратся И тоже Да, да, да Может, разобрать Его, может Просто Ее нужно Разобрать Да Почистить Там Бывает Более Монотонность Есть Но Более Менее Слышно А то Бывает Ты вообще Говоришь И Оно Просто Блядь Вообще Похуй Разберешь Какие слова Понятно Ну, я говорю Надо Сегодня Настанем Найдем Тонюк Отверточку Раскрутим И посмотрим Вместо Камеди Клаб Смотрение Так вот Бла-бла-бла-бла Знаете Едем О своем Трепимся По рации Что-то Сейчас он уже Стал меня Слышать Хорошо Не знаю Почему Даже И вечереет В общем Восемь вечера Уже здесь Курганск Нет Чуть Тюменская Пока Мы тут 8 километров Там Вот Сейчас До Пердюжья Ну Так Планируем Наверное Сегодня Тут Атамакушина Дойдем Где-то Там Уже Выйдем Я понимаю Тут Блин Да хрена А черных Соленые Жена Ну Как здесь Я не знаю Как вот тут А там Да Вот В Петухово Там Бышь Есть Озеро Медвежье Боя Ну Мне кажется Тут Много Таких Соленых Еще Там Одно Единственное Что Ну И В этом Соленом Ни Хрена На Нем Еще Невозит Ни Рыба Ничего Ну Нет Конечно Какая Рыба В соленом Музыри Ты Что Там Такое Соленое Что Там Какой-то Крилли Что-то Там Добывали Что-то Такое Не Называется Но Его Тоже Там Весь Выгребли Что Вы Знаете Мы На Мертвом Море Блядь Это Пиздец Вообще Конечно Страшная Вещь Это Просто Клицерин Блядь Жирный Такой Заходишь Блядь Ты знаешь Неприятно Максим Можно Находиться Минут 15 Блядь Тебя Как-то Все Даже Покалывать Начинает Ну Вообще Блядь Неприятное Ощущение Но Не Дай Бог Там Блядь Куда Попадет Там Заходишь Он Максимум По пояс Чуть Ниже Все Все Скользкое Все Глицерин Просто Глицерин Концентрация Соли Тысячу Процентов Блядь Да Да Ну Вот Короче Вот Так Мы Едем Заедем Где-то Надо Поужинать Мы На Границе Будем Тюминской Ложишься На Воду И Просто Блядь Утанут Нереально Это Да Это Я Так В Соли Ленске Когда Первый Раз На Соленое Озеро Попал На Курорте Тоже Решил Нырнуть Нырнул У меня Как Пробку Оттуда С Воды Выпрыгнул Выбросил Просто Было Вообще Кайфово Бокал Пива Берешь На Воду Просто Ложишься И Лежишь Пивко Попиваешь Нифига Не Тонешь Вот Было Весело Это Соленое Вот А это Места Вот Сейчас Пердюж Подъезжаем Тут Четыре С Половиной Осталось И Когда Тобов Пердюж Автобан Шайза Автобана Тут 19 Км Тут Просто Не Было Дороги Ничего Закатали Уже Сколько Лет Ездим Опять Негабарит Идет Какой-то Что Пишет Ничего Не Пишет Это Просто Поехать Вот Ну и там Короче По планам У нас Курган На скане Мы не Заезжаем У нас Отдуплился Наш Скания Флит Что-то Там Потерял У нас Сибири Все У нас Уже Нагнал Сейчас Он уже Все Четко Показывает Где Мы Находимся Все Хорошо Вот Завтра Там На Зауральском Тракте Будем Думать По поводу Замены Крана Прицепа Ну Крана Этого Уровня Пола На прицепе Хрена У нас Тут Смотрите Какой Витерочек Налетел Боковой У меня Аш Боковинка Открылась Наверное Нет Не знаю Да Вот Интересно Вот Если бы Она Фиксировалась Да 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 Как это Видите Открылась Запросто Такой Вот Ветер Именно Боковой Справа Посмотрите Что Делается Он Просто Ураганный Вот У меня Второй Раз Открылась Боковинка Первый Раз Это Когда Я на Саяногорск Ехал Тоже Ну Это Точно Да Ну Они Тут Постоянно Последнее Время Пасутся На Этом Кольце Да Да Я Знаю Они Тут Прям Вообще Прописали Сементы Транспорт Тут Все Все Таки Думали Погода Нам Фортит Да Никого Нет Так Вот Тогда Я Ехал По Хакасии И Вот Тоже Был Сильный Правый Ветер Тогда У меня Тоже Открылась Надо Быть Совсем Кончен В Обморозком Чтобы Такой Ветер С дождем Стоит Сейчас Я бы Ему Точно Не дал Документ Скажет Слушай Сейчас Тот Сдует И Мне Потом Докуда До Макушиных Бежать Ловить Так Что Не Скучно У Нас Тут Сейчас Наверное Перед Дылка Встанем Четыре Камера Просто Не Нравится Лучше За Ним Встанем Тормознемся Тут Минут На 5 10 Кости Размят 8 8 Градусов Опять На Улице Видите Как Похолодало Чтем Морозов Ой Жар Морозов Жары Курба Курганская Губерния Пошел Автобан Ну тут Правда Латают Делают Тут Уже Не так Много Осталось Но Еще Есть Плохой Участок Его Так Делать Осталось Границу Только что Границу Пересекли Властей Где-то Тут Скоро Наша Харчевня Дядя Дима Сказал Едем Куда Ужинать Уже Время Девять Местного Целых Два Бонусных Часа У нас Сегодня Получилось Мы их И потеряли Правда Наши На монтаже Сейчас Уже Всего Лишь Плюс Два С Косквой А Выезжали Еще Было Плюс Четыре Заехали Заехали Покушать Хотел На улице Снять Скажу Вам Так Честно И откровенно На улице Такой Ветер Я думаю Видно Кроме ветра Мы больше Ничего Не услышали Но это Вот Я вам Скажу Так Кафе На въезде Вот Как Переезжаетесь Со стороны Кургана Нет Не Кургана Ишима Въезжаете Курганскую Область И первое Кафе По правой Стороне У вас Название Деревни Не помню Он не По деревне Едешь Кематров Через 5-7 Взяли Хашламу Взяли Люля Кебаб Ну честно Я забыл Просто Камеру И телефон Забыл Взять Совой Вот Поэтому Ну Как-то Так Нормально Очень вкусно Очень хорошо Димач говорит Что тут Надо еще Шашлык Брать Ну как Мы Шашлык Сегодня Уже Ели Поэтому Мы Взяли Палюля Кебаб Обалденно Хашлама Тоже Вкусная Наелись Ну не знаю Сейчас еще Посмотрим Сейчас до Макушина Дойдем Отсюда До Макушина 74 километра Дойдем До Макушина А там Наверное Ну уже Сильно дальше Так ургана Точно не поедем Потому что Ну время уже Без 20 Десять До Макушина Еще час Одиннадцать Наверное Там До первой же Стоянки Был мало-мальски Нормальный И хорош На сегодня Да Григо Вот здесь Такой съезд Хороший Тут Мало Асфальт Уже Сезала Уже Закатали Этот участок Все Получается Вот Видите Чуть-чуть Если до конца Закатали Здесь Асфальта Не было Здесь все Были ямы Если Если Сейчас Здесь все Закатали То Практически Ничего Не осталось От этого Плохого Участка Нет Наверное Судя по тому Как он Тормозит Не все Не все Закатали Не все Там лучше Лучше По той стороне Так Мы за этим Ля-ля-ля-ля-ля-ля Пойду Курган И Пр falling Точнее Курган Прошли Все сейчас на зауральский тракт будем заезжать здесь же завтра разговаривать по поводу прицепа не знаю говорит места будут а попробуем сука раз сюда поздно не приезжал мест нифига уже не сейчас посмотрим по бачку так таскание вот справа съезд на нее соним и тут же на стоянку здесь есть все магазины банкоматы не на стоянку навея и потом куда дальше то есть а вот это вот здесь вот это другое как вода абсолютно верно нет есть места типа везло говорю тебе повезло как ты сейчас уже услышал поток и диаматических и диаматических выражений все браться короче паркуемся и и на этом все завтра пойдем дальше здесь решать вопросы а